Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, в селе Общее Чтение Слово Божие мы продолжаем с вами исследовать книгу «Деяния апостолов» на библейском интернет-портале экзегет.ру и сегодня мы с вами рассмотрим 25 главу. Фест, прибыв в область, через три дня отправился в Кесарий из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейший из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвав его в Иерусалим, и злоумышляли убить его по дороге. Видим, что как это было и ранее, так и теперь иудеи снова хотят убить апостола Павла. Когда не хватает слов, не хватает аргументов в диспуте, то начинают звучать вот такие вот призывы, и, в общем-то, в ход идет оружие. Так, в общем-то, было, вспоминая, рассматривая эту историю, и с убиенным отцом Даниилом Сысоевым, когда в диспуте закончились слова, которые он часто приводил с мусульманами, а диспут — это не передача к барьеру и нежелание переспорить. Диспут — это не что иное, как миссионерский метод свидетельствования людям о чистоте православного исповедания, и, в частности, здесь о Господе и Спасителе Иисусе Христе. Когда аргументы кончились, то прогремел выстрел, и мы знаем, что отец Даниил был убит. Не просто где-то на базарной площади, не за долги, а был убит в храме, совершает таинство исповеди, выйдя из алтаря, был застрелен этим злоумышленником и контрольно выстрелен в голову посередине храма. Поэтому здесь тоже у иудеев, как и в прошлый раз, нет аргументов, так и здесь. И мысль одна — как убить его. Там они назначают пост, здесь они злоумышляют убить. Но мы видим, что они приходят к Фесту, и наверняка они его приходят, конечно, поздравить, с тем, что он теперь назначен в этот город начальствующим и вершителем судебных дел. Но на самом деле здесь как бы и подсовывают как некое такое безоглагательное дело, которое они хотят представить, что оно грозит такой вот национальной безопасности в приторе и способно вызвать возмущение. Но далее мы читаем. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии, под стражу, и что он сам скоро отправится туда. И так сказав он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. То есть он говорит, что должны быть свидетели, и мы это дело решим. Пробывший у них не больше восьми или десяти дней возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судебное место, повелел привезти Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима и Иудеи, произнося на Павла многие и тяжкие обвинения, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Вот сама ситуация даже известна. То есть не сказано, что они просто поставили апостола Павла перед собой, а стали вокруг, то есть окружили его. Это такой, в общем-то, способ манипуляции человеком, дабы способ манипуляции устрашения человека, то есть окружили, вокруг стали, представим, поставят они вокруг него. Такое давление, то, что называется, на человека. И начали приводить всякие аргументы, начали в чем-то обвинять. Но, как евангелист Лука пишет, не было веских доказательств. Говорить можно много, но доказательств нет. Что же далее? Он же, как сказано, не могли доказать, он же в оправдании свое сказал, я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря. То есть апостол Павел очень грамотно, как человек образован и защищается. За что могли осудить человека? За что обвиняли Господа и Спасителя Иисуса Христа? За то, что он говорил, что он разрушит храм, за то, что он богохульствует, то есть против закона иудейского. Но здесь еще апостол Павел добавляет, даже ничего против закона кесаря, я ничего такого не сделал, юридически против светского закона, я тоже не нарушил. Говорит он, за что вы обвиняете меня? Девятый стих. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? Мы видим, что как и предыдущий его Феликс угождал иудеям и оставил тогда апостола Павла, так и этот, побывав в Иерусалиме, получив там почести, которые ему воздавали иудеи, он теперь хочет, желает им угоздить. Так можно здесь сказать, что худые сообщества развращают, может быть, те и добрые нравы, которые тогда были еще в Фесте, для того, чтобы как-то справедливо все-таки юридически судить. Видим, что он отступает уже в этом от закона и хочет судить по любострастию, дабы угодить иудеям. Вот свидетель Леон Златоуст по этому поводу так и пишет. Цитата. Фест пока еще не знал иудеев и не испытывал от них почестей, отвечал справедливо, а когда побывал в Иерусалиме, то также стал угождать им и не просто угождать, а с подобострастием. Конец цитаты. Итак, мы читаем далее. Он спрашивает, хочешь ли, Павел сказал, «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым, иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойной смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего такого нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им». «Требую, — говорит апостол Павел, — суда Кесарева». Почему апостол Павел требует суда Кесарева? Что здесь произошло, могут сказать, с апостолом Павлом? Если внимательно мы слышали предыдущие главы, то мы помним, что апостолу Павлу явился сам Господь наш Иисус Христос и сказал, что ему надлежит в Риме свидетельствовать о Христе. Зная это, апостол Павел в словах Феста видит промысел Божий, который предлагает ему предстать в Риме перед судом Кесаря. И он это принимает. Тогда Фест, поговорив с Советом, отвечал, «Ты потребовал суда Кесаря, Кесарю и отправишься». Решение принято. Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. Мы видим, что новое назначение, идут телеграммы, кто не может, письма там раньше. Здесь кто может самолично приехать и поздравить. Не надо думать, что они прям так радуются, что Фест занял это положение. Это так называемая политкорректность. Когда-то на одном из собраний, не помню каком, когда святейший собирал стерж-патриарх Кирилл, собрал миссионеров, то было сказано очень хорошо, нам пора переходить от политкорректности к духовному просвещению. Но это для нас. И очень метко сказаны, очень ценные эти слова. А здесь мы видим, что весь мир, мир так называемый языческий, он живет понятиями другими. Для них важно, как они сами говорят, у них есть такие пословицы, не подмажешь, не поедешь. И вот они здесь идут Фесту подмазывать, да, чтобы мало ли что. Кто такие были этот Агриппа и эта Вереника? Есть свидетельства о том, у Иосифа Флавия, что эта Вереника была страшная, в общем-то, блудница и кровосмесительница. Она была замужем за своим дядей сначала, за родным, а Агриппа был, между прочим, ее родной брат. И она сожительствовала с ним. Было страшное кровосмешение. То есть разврат царил. Поэтому, как сказано, что придя они вместе к нему, Вереника, прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова. Говоря, здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме жалобами явились перед священником и старейшиной иудейской, требуя суждения. То есть мы видим, что в словах Феста он сразу ссылается. Ну вот, который был раньше меня, он мне тут оставил, я его тут разгребаю, все эти недочеты. Обычная риторика, обычного такого вот языческого чиновника, который все время старается свою вину, и даже те люди, которые там сидят за какую-то неправду или правду, он даже не оценивает это. Ну то есть любые какие-то недочеты он сваливает на, да, одни на непогоду, да, что снега много, поэтому другие там на пандемию, третьи еще на что, лишь бы прикрыть свои вот какие-то темные делишки, то, что называется. Так и он, риторика такая понятная, известная, да, так он и говорит. Вот они тут, мне тут оставил, повесил этого человека, ты уж меня, а грипп, тут не вини, ну приходится разбираться тут со всеми его недочетами, примерно так, требует иудея от него осуждения. И далее он начинает говорить свое оправдание. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде, нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получить свободу, защищаться против обвинения. То есть, он говорит, я законопослушный, в общем-то, чиновник, ничего такого я не делаю, предосудительного, вот остался там, и в идее в чем-то обвиняют, но я все по закону. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти того человека. То есть, я вот сразу приехал с дороги и сразу занимаюсь делами. То есть, видим, что он говорит, насколько он такой деловой человек. Но, да, судя по его образу жизни, такому, о котором было сказано выше, трудно сказать, что человек такого развратного состояния духа может действительно правильно управлять и, в общем-то, той приторией, которая ему доверена. Хочу просто напомнить, что в царской России, прежде чем привезти, например, принцессу, она станет царевной, да, или царицей, всячески она испытывалась, всячески с ней проводились специальные беседы с священником, перед венчанием есть специальный чин, где уточнялось, не была ли она в супружеской связи с кем-то другим, не была ли любодейницей. И если такие факты были, то, а есть в истории, то очень осторожно к этому относились, чтобы мог на ней жениться. То есть, будущее, тот, кто будет возглавлять российский престол. Поэтому наши предки, они очень внимательно относились к тому, кто войдет и кто будет править страной. Человек с развращенными мыслями, можно ли ставить его на высокий пост. Они задавались этим вопросом очень серьезно. Здесь на это не обращается никакое внимание. Да, лишь бы, вот, как и говорит, вот были прошлые дела, а теперь я исполняю законы, я, в общем-то, человек законопослушный, сразу я тут приехал и сразу начал заниматься судебными делами. Ну, и он, как бы, говорит о гриппе, похлопай мне в ладоши. Я все делаю правильно, да. Далее, обступив его, как он, далее оправдывается, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом, но, как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я повелел содержать его под стражу до тех пор, пока пошлю его в Кесаре, ах, Кесарю. Агриппа же сказал Фесту, хотел бы я послушать того человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью, видим, то есть это такая, такая показательность такая, с великой пышностью, для чего это люди делают, и в данном случае Агриппа и Вереника, а человек как бы пышностью и Мишурой века сего, он старается заглушить голос совести внутри себя, что вот то, что, по принципу, то, что дозволительно Цезарю, не позволительно быку. И вот они показывают, вот нам это все можно, мы люди свободные. А почему мы свободные? Потому что мы богатые. И когда у нас есть много денег и власти, нам любые законы нравственные не писаны. Вот поэтому они так и приходят. Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысячами начальниками и знатнейшими гражданами. Видите, как их собирают знать, чтобы придать вес своему шествию. По приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступили ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас. И особенно перед тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется, не рассудительно послать узника и не показать обвинения на него. Так завершается эта глава. Мы видим из этой истории, что он приводит на апостола Павла. И Фест говорит о том, что ничего я в нем не нахожу. То есть он говорит примерно такие же слова, которые говорит и Понтий Пилат, когда перед его лицо приводит Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он омывает руки и говорит, не нахожу я никакой вины в нем, делайте то, что вы делаете. В том случае он здесь отдает Спасителя иудеям, а в этой истории по требованию апостола Павла, как римский гражданин, он витиевато уходит от ответственности. Говорит, я все рассмотрел. Ну как я буду беспокоить августейшую личность, если даже и непонятно его обвинение. Поэтому в его случае лучше, если он требует этого, как римский гражданин, более с наименьшей вероятностью зла, как принято говорить, с наименьшей вероятностью зла, он видит для себя, это просто отпустить его на суд Кесаря, типа пусть там разбираются. Я здесь вот что можно рассмотрел, а там пусть разбираются сами. То есть во всех этих историях, которые мы видим судебным распирательством над апостолом Павлом, царит лукавство, лицемерие, желание выгородить себя, желание уйти от ответственности, не решать что-то самому, но при этом показывая всю напыщенность своей деловитости и своей такой важности, которая, по сути, ничего не значит и ничто иное, как пустой звук и сотрясание воздуха. Так бывает всегда в обществе, где царят законы, где царят законы лицемерия, где царят законы человека угодничества и где нет веры в Бога и нет любви к ближнему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok